МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 6 октября 1992 года территория Гагарского района освобождена от грузинских агрессоров. В государственный флаг республики Абхазия был водружен на Абхазо-Российской государственной границе на реке Псоу. Военная блокада, в которой находилась Абхазия почти два месяца, была разорвана. За время операции в виде трофеев было взято 16 единиц бронетехники, 4 гаубицы и большое количество стрелкового оружия. 6 октября 2003 года указом президента Адыгеи Хазрета Савмена звание «Заслуженный артист республики Адыгея» удостоен актер Абхазского государственного драматического театра Лаври Кахба. Художественному руководителю и главному дирижеру государственной хоровой капеллы Республики Абхазия Норри Джинджолия присвоено звание «Заслуженный деятель культуры Республики Адыгея». Звание «Заслуженный художник Республики Адыгея» был удостоен Батал Джапуа. 6 октября 2004 года Центральная избирательная комиссия признала выборы на территории Абхазии состоявшимися. Но при этом комиссия приняла решение о проведении 17 октября повторного голосования в Гальском районе в связи с многочисленными нарушениями. В этот день президент Абхазии Владислав Ардзенба встретился с кандидатами в президенты Раулем Хаджимба Сергеем Багабш и председателем Центроизбиркома Сергеем Смыр и призвал кандидатов использовать все влияние на своих сторонников для предотвращения углубления раскола в обществе, сохранения стабильности и сохранения политических процессов в рамках правового поля. 6 октября 2004 года президент Абхазии Владислав Ардзенба назначил премьер-министром республики Нодара Хашба. 6 октября 2009 года состоялся визит министра иностранных дел Дании Пера Стига Меллера в Абхазию. 6 октября 2011 года состоялся первый официальный визит президента Абхазии Александра Анкваба в Москву. В Кремле состоялась встреча президентов России и Абхазии Дмитрия Медведева и Александра Анкваба. 6 октября 2011 года в Сухуме прошла Международная научная конференция ботаников по проблемам сохранения биоразнообразия флоры на Кавказе, посвященная 170-летию Сухумского ботанического сада. 6 октября 1939 года родился Нурбей Гулия, доктор технических наук, профессор, академик Международной академии экологической безопасности и природопользования, выпускник Политехнического института. В 1964-м подал заявку на изобретение первого супермаховика, высокая устойчивость которого позволяла запасать до 80-130 Вт-часов на килограмм массы. Работал заведующим кафедрой теоретической механики в Политехническом институте города Курска. В настоящее время заведует кафедрой в Московском государственном индустриальном университете, является главным конструктором и членом совета директоров компании Комбарко. Гулия – автор около 20 монографий и 200 научных статей, получил 250 патентов и авторских свидетельств на изобретение. Он внук основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия. 6 октября 1953 года родился Лаври Кахба. Актер, заслуженный артист Республики Адыгея, капитан второго ранга, награжден медалью «За отвагу». Актер абхазского государственного драматического театра. Сыграл в спектаклях «Горе от ума», «Жизнь есть сон», «Кеджинские перепалки», «Гуарабский писарь» и других. Снимался в художественных фильмах «Песни гор», «Под куполом цирка», «Алхаз» и «Джульетта». Он участник Отечественной войны народа Абхазии, воевал на Гумистинском фронте. В марте 1993-го был переведен в ВМС Республики Абхазия. Принимал неоднократное участие в военных операциях морфлота. Ахба участвовал в высадке четырех морских десантов. После войны продолжил службу в армии. Был командиром дивизиона катеров ВМС Республики Абхазия. С 2005 года в штабе ВМС Республики Абхазия. Заместитель командира по технике и вооружению. С 2007 года сотрудник службы безопасности пограничных войск Республики Абхазия. Награжден медалями за отвагу, за безупречную службу, честь, слава и отвага. 6 октября 1957 года родился Даур Зантария, герой Абхазии. Вопускник историко-юридического факультета АГУ по специальности «История». Работал заведующим кабинетом общественных наук АГУ. До войны был активистом Народного форума Абхазии. Служил в отдельном полку внутренних войск Республики Абхазия. Участвовал в охране государственной границы Абхазии на реке Ингур. Был в числе тех, кто оказал первое сопротивление грузинским войскам в населенном пункте Агудзера в первый день начала агрессии против Абхазии. В первые дни войны сформировал тамышскую боевую группу, которая затем переросла в группу Катран. Участвовал в боевых действиях в селах Ануархо, Адзюкжа, Кындых, Лабра, Наа, Баслаху. За Антария имел воинское звание майор. Он погиб 2 декабря 1992 года. 6 октября 1963 года родилась Фатима Квициния, кандидат юридических наук, председатель арбитражного суда Республики Абхазия. Выпускница юридического отделения историко-юридического факультета АГУ. Защитила кандидатскую диссертацию на тему гарантии независимости судей. В разные годы работала юрисконсульта МАГУ в Абхазском обкоме профсоюзов работников народного образования, главным специалистом Министерства юстиции Республики Абхазия. С 1997 года судья арбитражного суда Республики Абхазия. В июле 2014 парламентом Республики Абхазия избрана председателем арбитражного суда Республики Абхазия. Фатима Квициния совмещает работу судьи с преподавательской деятельностью. Она доцент АГУ. Имеет научные публикации и регулярно принимает участие в научных конференциях. В 2004 году была кандидатом в вице-президенты Республики Абхазия в паре с кандидатом на пост президента Якуба Млакоба. Редактор субтитров А.Семкин